Это Вести без Киселева, наш совместный проект ИРМАК Медиа и реальные журналистики. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чиновники решили активно взяться за борьбу с любым скоплением людей на улице. Узнавать о концентрации горожан мэрия собирается через приложение «Помощник Москвы». Для этих целей сервис будет подвергнут апгрейду, на который потратят 77 миллионов рублей. После модернизации системы любой горожанин сможет жаловаться на незаконные собрания людей, а за свои кляузы получать рюкзаки, футболки и кепки. Ну, как своеобразное клеймо доносчика. Неплохая идея, друзья. Машина времени в действии. Сейчас мы пойдем через пространство. Дима, денег нет, но мы все еще держимся. Очередной Перл Медведева на этой неделе обсуждала не только политическая элита, но и желающие по-настоящему вникнуть в суть сказанного. В ходе заседания Совета Безопасности ее зампредседателя товарищ Медведев наконец-то озвучил главную хроническую проблему России. Это разнотык. Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Дмитрий Анатольевич, вы 20 лет крутитесь где-то около власти и только сейчас поняли, в чем же российская проблема. Вы все это время теорию какую-то выводили или слово подходящее подбирали? Так я вам скажу, в этом вопросе вас давно переплюнул коллега. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Короче говоря, вы поняли, да? Ни коррупция, ни сам Медведев, ни абсурдные законы, ни противозаконные аресты проблемой России не являются. В нашем обнищании всегда найдутся виноваты то ковид, то разнотык. Видимо, головного мозга. Ну и ждем тогда министерства по борьбе с разнотыком во главе с Дмитрием Медведевым. Обед за 1 миллион 200 тысяч рублей. А че, могут себе позволить? Насосали из федерального бюджета, теперь можно и пожить по-человечески. В то время, пока одни коррупционеры прячут свои 50 миллионов рублей в городских могилах, другие, честные граждане, могут позволить себе карманные деньги в размере более миллиона рублей. На этой неделе в московскую полицию поступило заявление о краже крупной суммы денег у пенсионера, 42-летнего сотрудника ФСБ. В обед престарелый по пенсионным меркам ФСБшник зашел в ресторан. С собой у него была сумка с деньгами, которую он оставил на соседнем стуле. По обедам сумки на оставленном месте пенсионер не нашел. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вор сначала уронил сумку на пол, затем достал денежные средства и с ними скрылся в неизвестном направлении. Вор у вора украл, окрестили эту новость пользователи сети. Но я в это не верю. Ну не может честный ФСБшник быть вором. Он же служитель закона, образец честности и справедливости. Так задай свой главный вопрос. А, как эти деньги у него при себе-то оказались? Так это на мебель. Ну кто из нас едет в магазин, не прихватив с собой несколько пачек наличности? А то кризис-то в стране это только в моих выпусках. А по ту сторону реальности ФСБшные пенсионеры покупают себе мебель более чем за миллион рублей. И я бы еще поверила, если бы он сказал, ну беру, например... Автомобиль! Ну или хотя бы комнату в коммуналке для брата. Но нет, не соврал. Аплодисменты в студию. Наркотики против здравого смысла. Ну или здравый смысл против наркотиков. Кому как удобнее. Но факт остается фактом. В Екатеринбурге начало декабря для молодой девушки Дарьи Беляевой ознаменовалась началом судебного процесса. Она обвиняется в контрабанде запрещенных веществ. Несколько лет назад у нее диагностировали шизотипическое расстройство. С тех пор подозреваемая пыталась лечиться разными препаратами. Но необходимого результата не достигала. Проконсультировавшись с врачом, она решила попробовать препарат Бупропион, который заказала в Польше. В день получения посылки на почте девушка была задержана сотрудниками таможни. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, даже несмотря на то, что данный препарат не входит в списки наркотических веществ. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Тот же срок и по той же статье грозит и самарскому единороссу Денису Штейну. С целью сбыта чиновник приобрел у неизвестных лиц более 300 граммов мифедрона. Установил весы, настроился на фасовку товара, но планы нарушили внезапно ворвавшиеся оперативники. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Сам депутат в интервью «Эхо Москвы» заявил, что все происходящее больше напоминает ему заказуху. Из-за его, внимание, цитата Штейна, врожденной порядочности. В случившемся Штейн обвиняет коллегу по цеху, сын которого работает в органах. Славно. Вот и славно. Вот все и выяснилось. Однако врожденная порядочность Штейна не помешала ему подумать о карьере наркоторговца. Помешало другое, а точнее другие. Те, от кого сегодня будет зависеть будущее и человека, нуждающегося в антидепрессантах, и человека, собиравшегося губить жизни людей. Вот и посмотрим, под чем прогнется чаша весов. Под здравым смыслом или объемом коррупционного составляющего. Героями не рождается, ими становятся. Причем в некоторых случаях абсолютно случайно. На этой неделе в сеть выложили кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена машина сотрудников ДПС, намеренно предотвращающая ДТП с пешеходами. И можно было бы порадоваться первой хорошей новостью на этой неделе, но я зачем-то решила посмотреть видео дорожного происшествия лично. Ну и чтобы вы тоже понимали, о чем речь, предлагаю это видео и вашему вниманию. Инспектор продемонстрировал и отменную реакцию. Во время патрулирования они остановились около зебры, чтобы пропустить людей. Заметили, что по левой полосе к нерегулируемому переходу несется машина. Скорость она не снижала. Тогда полицейские включили сирену, быстро развернули авто и приняли удар на себя. Никто из пешеходов не пострадал. Ну и как вам официальная версия после просмотра? Вы до сих пор считаете, что ДПСники именно предотвращали наезд на пешеходов? Мне вот почему-то кажется, что все было ну совсем не так. Видно же, что в люстителе порядка увидели машину, не пропустившую пешехода. Опа! Две пятьсот уезжает! Ну и как бы начинает разворачиваться за нарушителем. А тут вбок неожиданно, я еще раз подчеркиваю, именно неожиданно, со всей дури влетает наркоман. Да еще и без документов. Трава какая-то, товарищ старший лейтенант. На зеленый чай похуже. Да ладно, командир, заканчивай ты этот спектакль. Хрен ты нам от фуфло втюхиваешь, а лохов нашел? Вот это подфартило. Эффект спонтанности решения развернуться, мне кажется, очевидным, исходя и из записи, которая велась внутри машины. Ну, не бывает настолько спокоен человек, знающий, что сейчас в бочины ему прилетит тонна советского металла. И ведь даже шапку не сняли. Физику в школе, видимо, прогуливали. А ведь именно о преднамеренной аварии говорят все провластные СМИ. Вы, конечно, можете сказать, да какая разница, главное пешеходы целы. И я с вами согласна. Но видеть, как из любой, даже самой гаденькой ситуации выкручиваются не только политики, но и рядовые служащие. Ну, это мирзковато. Или у вас другое мнение? Водители со стажем, отзовитесь, напишите в комментариях ваше видение произошедшего. Ведь каждый видит то, что хочет видеть. Может, и у меня правдеформация. Ну, а на этом у меня все, друзья. Я напоминаю, что наш канал называется Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, выражайте симпатии, пообщаемся. Помимо меня на канале есть и другие проекты, в том числе интересные журналистские расследования. Так что каждый найдет для себя что-то интересное. Ну и добавляйтесь в друзья, мы есть во всех соцсетях. Я благодарю вас за внимание, всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok